Ас-саляму алейкум, арахматуллахи в баракету. С вами Умна Алик Муджаза по 10 малым киратам Корана. Мы с вами продолжаем изучение суры Аль-Фатиха. Я вас призываю делиться, комментировать, задавать вопросы, подписаться, поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие уроки и распространять, делиться знаниями для требующих эти знаниями. Миша Аллах, мы с вами завершаем сегодня изучение второго аята суры Аль-Фатиха. И у нас последнее слово из этого аята, которое мы будем с вами изучать. Аят у нас следующий. Во-первых, это слово, как уже до этого у нас неоднократно приходило, и мы видим, что много встречается в Коране, хотя мы только на втором аяте всего Корана, да, а как там дальше, еще больше и больше будет встречаться. Аят у нас не читается здесь, да, мы сразу будем переходить в чтение на следующую букву, если мы здесь не начинаем. Да, если мы отдельно прочитаем это слово, мы скажем Аль-Аля-Ми. И если же мы продолжим, то у нас, да, соединяется с предыдущим словом Робби-Л'Аля-Ми. Да, то есть Робби, да, сразу на Лям. Робби-Л'Аля-Ми. И мы видим Лям-Сукун, который Сукун Хали, да, который показывает нам то, что мы Лям читаем четко и ясно, это из правила у нас лунных букв. Поэтому мы читаем Аль-Аль, да, Аль-Или, соединяя, читаем Лям-Сукун. Следующее, это у нас буква Айн. Буква Айн, такая буква интересная. И не все народы, которые, ну, русскоязычные, да, у кого есть, возможно, свои языки дополнительные, да, родные, не все имеют эту букву, вот, поэтому часто, в принципе, с горловыми буквами, Айн — это буква горловая, ее махрадж — середина горла, да, в районе надгортанников. И бывает так, что с ней сложности возникают при произношении, но если вы будете тренироваться, тренироваться путем тренировки, сужения горла, да, мешало у вас это получится. Возможно, у вас будет получаться какая-то соседняя буква, да, например, буква Ха, это ее прямо вот соседка, которая у нас была в слове Аль-Хамду, да, именно в этом аяте, первое слово. Или, может быть, какая-то буква, которая выше по махраджу или ниже по махраджу, и уже отталкиваясь от нее, нужно тренироваться, да, чтобы, иншалла, найти вот этот правильный махрадж и произносить ее правильно. Но если вдруг у вас сразу не получится, вы не расстраивайтесь, иншалла, путем многих тренировок у вас все выглядит, бейдмиллях. Мы видим здесь Айн с фатхой, да, то есть сама буква Айн читается с фатхой. А, 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 Аль-А, 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 да, то есть внимательно, чтобы у вас не получалось Аль-А или Аля, да, А. Аль-А, то есть середина горла у нас более интенсивно задействована, чем, например, буква Ха, Аль-Ха, Аль-А, да, здесь чуть-чуть интенсивность больше. Но не перестарайтесь, да, чтобы она не пропадала или не превращалась в гамзу, например. Или еще бывает превращается у некоторых Га, да, Аль-Га, говорят. То есть это чуть-чуть другой махрадж, это уже вы перешли выше, и вам нужно опустить вниз. После Айн с фатхой мы видим, что маленький Алиф. Этот маленький Алиф подсказывает, что у нас тут долгий Алиф, да, то есть Аль-А, Аль-А. Если бы у нас только фатха было, было бы просто А, а мы еще и протягиваем ее, да, Аль-А, Аль-А. Аль-А, то есть тянем два харакята, время, за которое вы бы произнесли два раза А, да, А-А, Аль-А, то есть такое же время. Да, то есть маленький Алиф, он вот пишется, и в Куране очень часто вот такое написание встречается. У нас уже это приходило с вами. В слове Аруахмэн, помните, там тоже был маленький Алиф. Далее мы видим ЛЯМ, и так как ЛЯМ это не ЛЯВГУРДЖАЛЯЛЯ, где я говорила, бывает ЛЯМ мягкая и твердая, а здесь у нас ЛЯМ в других словах, она всегда мягкая, поэтому мы читаем ее мягко здесь с фатхой, это будет звучать ЛЯ, ЛЯ, да, внимательно, чтобы это звучание не склонялось к Э, например, ЛЕ, да, например, некоторые читают АЛЬ-АЛЕ-МИН, или Э, например, АЛЬ-АЛЕ-МИН, да нет, тут ЛЯМ мягкая, ЛЯ, и она короткая, да, у нас короткая, ЛЯ, мы не тянем АЛЯ, ЛЯМ, да, как некоторые читают недавно. Затем у нас МИМ с КАСРАЙ, у нас это сочетание уже было, да, когда мы разбирали с вами первое слово БИСНИ, да, у нас там встречалось МИМ с КАСРАЙ, помним, что мы губы легонько соединяем, идет у нас акцент на нижнюю челюсть, да, и мы как бы подтягиваем, давим на нижнюю челюсть, при этом чрезмерности не должно быть ни в нажатии, ни в какой-то интенсивности произношения КАСРАЙ, да, АЛЬ-АЛЕ-МИН. После МИМ с КАСРАЙ мы видим Я, и над этим Я, смотрите, какое здесь интересное написание, то есть МИМ, вот она с двух сторон соединилась, здесь ЛЯ, здесь Я, точки мы видим, которые подсказывают, что это, например, не буква БА, а буква Я, и если у нас Я, которое в серединке вот так пишется, без чего-либо в Коране, да, то есть мы не видим никакой над ней гласовку, и перед ней стоит КАСРА, то это означает, что это долгий ИИ, да, как у нас было в слове АРОХИМ, там тоже было ХА и Я, потом долгий, и те же самые рекомендации здесь, да, то есть середина языка у вас не должна зажиматься сильно, да, лёгкие, лёгкое может касание быть краёв середины языка с напротив лежащими верхними зубами, ИИ, НИИ, но никак не НИИ, ИИ. Также ещё бывает здесь такая ошибка, так как МИМ и НУН – это буквы, у которых есть УГУН, то есть НОЗАЛИЗАЦИЯ, поэтому часто склоняют её и читают долгие около МИМ или после МИМ, или перед МИМ, и то же самое перед МИМ, или НУН, читают ещё ЗУННОЙ, да, как бы через НОЗ. Опять же, не нужно никаких давлений на НОЗ, а читать плавно, спокойно, чтобы это не отдавало в НОЗ. Например, АЛЬАЛЯМИМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ без нозализации. Поэтому плавно нажимаем, вернее, плавно моделируем форму языка, при этом без каких-то нажатий, чтобы у нас звук протекал спокойно, потому что махурадж — это как бы полость рта, то есть мы делаем какие-то определенные формы для языка, для органов речи. И при выходе у нас звука просто мы видим, что это долгий «и» в данном случае. И в конце мы видим букву «нун». То есть у нас после долгого «я» у нас идет «нун» с «хатхай». Если мы полностью прочитаем, тогда будет у нас вот это «ми» читаться только в два хараката. Если мы не будем останавливаться, мы прочитаем просто «нун» с «хатхай». Но, как правило, у нас происходит остановка в конце аята, поэтому мы остановимся здесь на сухуне. И опять же не «мины», «мины», то есть часто «нун» вот так вот быстро открывается. Нет, у нас «мин». Придерживаем махурадж, место произношения, и звук как бы завершается через носовую полость. Ошибкой будет прочитать так. Здесь, конечно, как мы помним, у нас есть «мадь», который при остановке изменяется или может изменяться, у нас могут появляться варианты прочтения. То есть мы можем вот это «я» долгое прочитать при остановке только в два, в четыре или в шесть. При продолжении у нас только один вариант, это два хараката. При остановке следующим образом. Два хараката. Четыре хараката. шесть харакатов. Таким образом, мы можем здесь остановиться вот такими тремя способами длины. Мы с вами завершили разбор каждого по отдельности слова из данного альята. И, иншаллах, будем их соединять на следующем уроке. Баракаллаху кейкум. Прошу вас распространять, делиться, комментировать, задавать вопросы и просто делать дуа. И, иншаллах, встретимся с вами на следующем уроке. С вами была Умм Малик. Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракатих. Спасибо.